Тумсо, как думаешь, у русских имперские замашки, русизм в крови? Просто все народы, кто граничит с Россией, ненавидят русских за оккупацию и гнёт. С другими народами такого нет. Тумсо, если дагестанцы придут спасать чеченцев от ига, поддержат ли это народ, как когда-то делал Басаев? Ну, мы не знаем, что будет говорить о будущем. Тумсо, как думаешь, у русских имперские замашки, русизм в крови? Просто все народы, кто граничит с Россией, ненавидят русских за оккупацию и гнёт. С другими народами такого нет. На самом деле, империалистические амбиции народа или какого-то, или части народов, какого-то государства, это вполне естественная вещь, вполне естественная. Совсем недавно, буквально там 150 лет назад, это никто и не скрывал. У нас были империи, была там Османская империя, была Российская империя. И они не скрывали вот этих вот своих амбиций, друг с другом боролись за территории, за ресурсы. Западные страны вполне себе официально имели колонии в Африке, в Индии и так далее. Поэтому, я не знаю, почему сегодня открыто об этом не говорят, почему не хотят более искренне как-то подходить к этим вещам. Я не знаю, почему этого стесняются. На самом деле, любой народ или государство, которое имеет возможность своё влияние распространить на территории, на народы, оно будет пытаться это сделать. Разница лишь в том, какой инструментарий будет ими выбран. Это будет инструментарий, как Россия выбирает, гибридные войны, какие-то стравливания между собой и так далее. Или это будет, как, допустим, США, когда они ставят тебя в положение, когда ты вынужден быть под их влиянием. И они не нуждаются в том, чтобы включить тебя в состав своего государства, сделать тебя там следующим штатом, в Соединённых Штатах Америки. Мне им абсолютно это неинтересно. Они, допустим, взяли в Ирак, вторглись, свергли там режим, по сути, поставили туда свой режим, но Ирак не сделали там ещё одним штатом. Им это не нужно. Афганистан какое-то время там контролировали, тоже не сделали это его своим штатом. Россия, она тоже как-то сейчас идёт по этому направлению. Она пытается переформатироваться, брать тоже под влияние своё, но делает это более грубо. Есть, допустим, Великобритания, которая является империей до сих пор, безусловно, но свои губернии, так скажем, она дала им максимальную автономию, но формально они как бы входят в это содружество. Британская корона назначает там своих каких-то губернаторов, но в целом им предоставлена возможность самостоятельности. Главное, чтобы они оставались вот в рамках вот этой вот формальной какой-то формального такого империализма. В общем, кого-то это, кто-то вот выбрал такую модель, какие-то страны выбрали, и они её реализуют. Какие-то же не хотят этой модели, как Китай, допустим, он не приемлет, он хочет жёстко, чтобы вот эта прям вертикаль была, поэтому Гонконг сейчас прям жёстко пытаются под себя подмять, не оставляют им возможности вот этой автономии. Россия там поступает точно так же. Но свои имперские амбиции на самом деле никто не скрывает. И как только у какого-то государства появляется возможность это своё влияние его распространять, экспортировать, оно будет это делать. В этом нет никаких сомнений. Турция сейчас, посмотрите, как только у неё появляется возможность, она сразу начинает это своё влияние распространять в регионе. Иран делает то же самое. И все это делают и будут делать. И мы должны это принять. Да, всегда будет идти это противостояние, это борьба за влияние, за могущество. Всегда это будет происходить. И задача политиков в этой игре глобальной как-то умудряться балансировать. Это и есть как бы суть хороших политиков. Тумсо, если дагестанцы придут спасать чеченцев от иго, поддержат ли это народ, как когда-то делал Васаев? Ну, мы не знаем, что будет. Говорить о будущем не будем. Но вот о прошлом скажем, что когда из Дагестана пришли и пришли с этой идеей освобождения Кавказа, мы поддержали эту идею, укрепили этих наших дагестанских братьев своей силой. И потом под предводительством этого нашего дагестанского брата, имама Шамиля, мы пошли и мечом стали освобождать Кавказ от российского иго. Поэтому мы это уже как бы проходили и сделали это однажды. Я думаю, что если будет такой случай в будущем, то, иншаллах, мы сделаем это еще раз. Для нас нет здесь каких-то предпочтений по национальному признаку. Если наши братья из Дагестана, из Ингушетии, из Осетии, Кабардино-Балкарии или Карачаева-Черкесии, если где-то, откуда-то оттуда придут такие наши братья, то мы будем им только рады, иншаллах. А что будет с Осетией, если она отделится с Кавказом? Ингуши и чеченцы реже не скрывают свои намерения вырезать, забрать земли и так далее. Еще и Грузия под боком. Зачем их выходить? У меня есть ролик на моем основном канале, называется Кавказский Союз, по-моему. Я там как раз поднимаю этот вопрос Северной Осетии. Северная Осетия является неотъемлемой частью общей кавказской семьи. Поэтому осетины должны прежде всего осознать, что для них мы, кавказцы, являемся друзьями, а не Россия. Никаких идей там вырезать и так далее. У чеченцев их точно нет. У ингушей с осетинами есть вот этот вот конфликт. И там, да, есть эти настроения. Конечно, это результат тех боевых действий, которые между ними были. И так всегда бывает. Там, где пролилась кровь, там всегда бывают эти проблемы, эти обиды. Но мы должны решить этот вопрос мирно. На период каких-то глобальных процессов выхода Кавказа и освобождения Кавказа мы должны обязаны просто вести мораторий на все эти вопросы земельных споров, конфликтов и так далее. А потом уже просто при гарантии безопасности других кавказских республик, народов, мы должны все эти вопросы решить. И вопросы между Ингушетией, Осетией, вопросы между Грузией, Осетией, Грузией, Абхазией, вопрос Ауха. Любые все эти вопросы, которые у нас есть, мы должны мирно решить. Если мы не в состоянии эти вопросы мирно решить, то мы просто должны их оставить. То есть, когда мы ставим вопрос на весы, кладем, значит, с одной стороны вопрос общего Кавказа, Союза Кавказских независимых государств, и если этому мешает вопрос каких-то территориальных претензий, конфликтов, которые между нами имеются, если эти два вопроса положить на весы, то, конечно, перевешивает вот это независимость Кавказа, он перевешивает. Если это будет зависеть от того, что мы навсегда оставляем какие-то претензии, то мы должны эти претензии оставить. Продолжение следует...